так это процесс доработки ваттметра от начала и до конца так соответственно убеждаемся что ваттметр исправны что он у нас показывает включаем так как видим значение у нас прыгает 1242 напряжение здесь совпадает ток здесь выше короче вот смотрите есть два варианта пути это просто исправить так как я делаю и дополнительно поставить например регулятор ну резистор переменной и калибровать эти значения вручную то есть подгонять более точным сейчас покажу как это делается снимаем все винты для легкости монтажа соответственно съемка у нас прерываться не будет мало ли вдруг решу открыть видео для всех в общем пока еще думаю так вынимаем плату соответственно разворачиваем это все дело для того чтобы не запутаться где у нас ловат на где у нас нагрузка подключаться и разъем основной входа укладываем плату аккуратно приподнимаем дисплей дисплей допускает одно вот такое вот поднятие и один спуск скажем нам понадобится пинцет фирм нужно паяльником феном аккуратнее вынимаем резистор r8 изначально он здесь установлен на 75 ом больше фил нам не понадобится тут у нас стоит сейчас фокусировать вот это терр 8 у нас соответственно на его место это 75 ом резистор ставим 7 ом вообще по идее я так понял данная схема была передёрнута совершенно с другого ваттметра после чего благополучно все это дело у нас клонировалась так скажем вот я взял резистор 7 он загнул вот так и так нам надо будет с вами один конец резистора зафиксировать с одной стороны в дальнюю ножку вот видно второй здесь у нас есть отверстие методом подбора этого резистора я пришел к выводу что идеальный вариант в районе 7 с половиной ом любой другой от 7 до 8 до до 7 и до 8 то есть после 8 до 7 и после 8 данная схема не работает там через какое-то время начинается опять все так плясать так что не так все просто то есть у меня на столе тут куча резюков smd шлиф я долго это все упорно подбирал ситуация такая вот в эти вот самые отверстия мы сможем можем по идее для тех кто любит точность поставить просто подпаять вот место вот это вот резистора переменное сопротивление например вывести его на снизу то есть просверлив отверстие либо сверху можем калибровать с вами вот до точных или приближенных прям прям очень сильно приближенных значений поначалу я пытался заменой сопротивлений которые у нас измеряю поедет дут измерение полка измерения напряжения но это ни к чему не привело вывела из строя пару 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 приборов вкусу им ненужные контакты то есть вот к этим же местам то есть сейчас я запечатаю плату можно допаять переменный резистор и пользоваться так скажем платы уже на гуманных условиях вот так вот выглядит это все дело то есть сюда мы ничего не впаиваем вот r8 верни на всякие пожарные закрываю термоклеем контакт чтобы не дай бог там дисплея со стороны у нас ничего не попало не замкнуло там после чего аккуратно все это дело стягиваем еще вот я термоклеем вот здесь вот делаю немножко вниз немножко вверх чтобы у нас это все не гуляла получается вот такая вот вещица далее ждем пока клей остынет ты уже 7 штук наверно сделал остался последний решил на всякий случай для себя но если открою для других заснять больше конечно раздражает меня то что как бы народ который думать не может да просто берут уже готовые идеи говорят что вот я сам сделал нигде больше не подсмотрел я посмотрел это на данный момент данной темы в интернете нет все застыло вот у нас такой бутербродик далее вот эти вот контакты у нас которые здесь идут тоже можно подогнуть для того чтобы как-то они в отверстие попадали берем площадку нижнюю пока это все делом не фиксируем пока мы должны примерно прикинуть у нас это все дело с вами будет по дисплею то есть дисплеем центровать надо так беру также термо клей оставлю чутенько как должно это быть это уже процесс отработан на последних там ваттметрах именно вот так все сделано так пока клей не высох можно подогнать так зафиксирую пару винтов ну что тут конечно кривовато если приноровиться и сделать специальную отвертку принципе проблем не должно возникнуть сначала сверху закручиваем один потом снизу один для больше фиксации лучше чтобы нам проще было с корпусом работать чтобы нам проще было с корпусом работать так вот с обратной стороны опять тоже самое делаем вот это дело все зафиксировалось сейчас на пленочку будут удалять уже другие люди по поводу винтов тут у меня один прибор пришел там даже блин крышку верхней не закрутили хотя вроде заводская упаковка вот что я говорил про контакты они у нас вон там вот торчат конечно лучше их подогнуть чтобы они у нас как-то по центру ближе были в основном даже вот такая доработка которая убирает плавающее значение вполне себе оправданное то есть значение у нас не прыгают лишние ваты не бегут когда у нас нет источников каких-то входных и тем самым можно как-то уже приблизительно ориентироваться по показаниям то есть для себя сделать замеры понять в какую сторону он убрет можно даже вата как бы пересчитать это все делается достаточно просто можно конечно просто вывести переменный резистор и калибровать либо просто на плате также можно клеем зафиксировать и вот калибровал если например со временем сбилась настройка проверяешь то есть опять раскрыл вот для тех кто будет просто сопротивление ставить ну переменная можно вот не дергать данный резистор не выпаивать с платы а просто к тем же контактам куда я впаивал на 7 Ом допаять с проводками переменная на сопротивление и радоваться жизни да блин что-то корпус как-то несимметричный так ну-ка посмотрим после разборки обязательно подключаем по source даем питание и смотрим чтоб у нас вот метр нормально показывал так как видим значение никакие не прыгают все четенько напряжение на сотые там просело что это крышка смещено что это крышка смещено так вот такие вот корпуса ну главное руку си не проткнуть термо клею очень полезная вещь я уже там когда пистолет от купил переделывал уже почти весь клей использую на всякие поделки посвященную пистолет перебиваю и партнер полотна перемешала так что я пришел к выводу что это не только собирается из готовых уже частей по ходу и красится где-то у кого-то то есть это не заводская сборка а жаль дисплейчик более ровно стоит не шевелится не болтается так после того как собираем тоже обязательно проверяем и снизу плату от паиваем то есть откусываем обязательно контакты чтобы у нас на корпус ничего не упал все можно также брать нагрузку проверять заведомо рабочую нагрузку прибором точным проверяете и уже от этой нагрузки отталкивается данный прибор показывает 116 что более приближенно 126 на 0,1 ампера приборов врет ну соответственно этот 0,1 ампера нужно легко сделать 0,1 так что вот такая вот модернизация и доработка ваттметра надеюсь я сэкономил кому-то кучу времени даже несмотря на то что такой длинный получился ролик всем спасибо за внимание всем удачи всем пока